Ну, пап, я тоже хочу ходить в школу Мастер-Хай! У нас нет таких денег, дочь, и ты это знаешь! Быстрее, быстрее! Простите, что опоздали! Лагуна не хотела выходить из бассейна! Ай, ну началось! Ауч! Фу, мерзость! Все есть? Да, я и все неудачницы на месте! За что? Еще раз, Клео! Ну и что? Что же мне сделает красотка Фрэнки? Позовет своего папочку Франкенштейна? Чтобы тот испугал всех школьников! Эй, ну, урок уже начался! Его еще здесь не хватало! Директор Бладгуд! Почему ему можно опаздывать? Директор Бладгуд? А где опять эта чокнутая? Еще одно опоздание, Дьюз! И ты вылетишь из школы Мастер-Хай! Ой, как же страшно! Думаешь, если твоя мать Медуза Гаргона, то ты можешь делать все, что захочешь? Ой, ну, в принципе, да! Сними, наконец-то, эти свои дурацкие очки! Ладно, вы сами попросили! Что сейчас будет? И уже нельзя снимать очки его глаза! Кажется, на сегодня уроки отменены! Ура! Мы идем на шопинг! А я иду купаться! Неудачницы! Любимая, а какие у нас с тобой планы сегодня? Ну, а мы, мой любимый Дьюз, идем на свидание! Не скучай, директриса Блант Гуд! Ты же та самая дочь Дракулы? Да-да, это я, Дракулаура! Обалдеть! Я твоя фанатка! А ты же хочешь в ту самую крутую школу Мастер-Хай, да? Нет, я там не учусь! А, стой! Какой тогда из тебя Мастер? Она права! Эй, Дракулаура, а ты чего грустишь? Итан, я должна сейчас быть среди монстров, а не среди людей! Возможно, ты когда-нибудь попадешь в ту самую школу мечты! Нет, ты же сам знаешь! Мой отец Дракула стал бедным, и у него теперь нет денег на мое обучение! Не грусти, ладно? Я быстро сгоняю на работу и вернусь! Тебя ждет сюрприз! И я уже скучаю! Надеюсь, сюрприз будет хорошим! Удачи, Итан! Так, что это мне здесь пришло? Что? Письмо со школы Мастер-Хай? Как же противно с вами находиться даже в одном классе! Наши чувства взаимны, Клео! Слышали новость? Какую еще новость? Не твое дело, противная Клео! Дочь чудовища Франкенштейна решила вступиться за милашку-лагуну! Зря, Франки! Ты еще об этом пожалеешь! Не разговаривай с нами! Змея! Где моя королева Египта? Я здесь, Дьюс! Ты скучал за мной? Невероятно! Тогда сделай мне услугу! Накажи этих противных девочек! Они обижают твою любимую! Кто? Эти? Так вот, главная новость в том... Отлично! Готово! Мы избавились от них на минут сорок! Ты довольна, детка? Конечно! Спасибо тебе, Дьюс! Ты самый лучший парень в мире! Ну, все-таки интересно, какую же новость решила рассказать эта любительница воды лагуна? Итан! Вау, Драколаура! Ты неожиданно! Но я рад, что ты пришла! Итан! Эээ, секунду! Я сейчас все настрою и могу быть свободен! Я не могла дождаться тебя с клуба! У меня для тебя есть такая крутая новость! Постой, Драколаура! Это у меня для тебя есть кое-что важное! Я первая! Меня приняли в школу Мастер Хай! Мне дали грант! Теперь я там смогу учиться бесплатно! Ура! Ого! Я сама в шоке! Ну все, я иду собирать вещи! Пока! Постой! Драколаура! Я же хотела ей признаться в своих чувствах! Даже песню написал! Дурак! Нет! Я ей не позволю просто так уехать! Не могу поверить, что этот день настал! Я так долго ждала приглашения в школу Мастер Хай! И меня наконец-то приняли! Это же моя мечта! Нет! Я не могу разбить ее мечту! Эй, Драколаура! Помочь тебе собрать все? Спасибо, Итан! Я так нервничаю! Послушай, Драколаура! А что если в этой школе ученики узнают, что ты бедная? Не узнают! Я для этого сделаю все! Ряди популярности я готова даже собрать! Знаешь, я долго думал говорить тебе или нет! Вау! Проход открылся! Прощай, Итан! А чемодан? А чемодан, Драколаура! Стоп! Она сказала мне прощай? Нет! Я должен пойти за ней, пока портал еще открыт! Так, Драколауры здесь нет! О, нет! Стоп! Что это с ними? Они не шевелятся? Что с этими девочками такое? Жесть! О, нет! Кто-то идет! Что-то идет! Вы же неудачницы! Вы будете тут еще долго стоять! Молчите, да? Надеюсь, вас всех выгоняют из школы из-за неявки на уроке! Ха-ха-ха! Так, это значит, темная сторона школы! Мы парочка! Надеюсь, Драколаура будет держаться подальше от них! Так, а как же вам помочь? Точно! Человеческое тепло! Ну, сработает или нет? Работает! Что это было? Девочки! Опять это Клео настроила своего парня против нас! Предлагаю отомстить Дьюсу и Клео! Нажалуемся директрисе? Нажалуемся директрисе! Ого, какие грозные! Я думал, у монстров другие методы мести! Они такие уж и плохие! Интересно, где сейчас моя Драколаура? Мой первый день учебы в школе монстров! Ура! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а-а-а! Ты чего орешь, как нормальная? Там голова! Страшно? Мамочки! Я не мамочка, а директриса Бладгуд! Какой трусливый монстр! Добро пожаловать в школу монстров, новенькая! Вау! Так вот, какая новость была у Лагуни! Новенькая в нашей школе! А-а-а! Она уже здесь! Какая классная! Я Лагуна! Класс! Привет, я Клодин Вульс! Надеюсь, мы подружимся? А я Фрэнтиштейн! А это... Мне важно, лучше с ней не связываться! Смешно тебе, новенькая! Как тебя там, Май Литл Пони, Пинки Пай? Я Дракулаура! Сейчас начнется урок, а ты, новенькая, мешаешь рабочему процессу! Я? Вон из класса! Простите? Прощаю! Так ей и надо! Директриса, Влад Гуд, зачем вы так с новенькой? Я бы посоветовала вам быть добрее! А я бы посоветовала вам прямо сейчас идти в класс на занятия! Иначе вы летите мигом из этой школы! Ясно вам? Ясно! Два монстра-коктейля, пожалуйста! Для меня и моей девушки! Ву, ты в порядке? Да, в норме! Кажется, ей не сильно понравилось вашей директрисе! Хо, так ты новенькая! А я Дьюз Гаргон, сын Медузы Гаргоны! Вау! А ты? Дракулаура, обычный монстр, ничего такого! Ну так что ж, пойдем, проведу тебя на следующий урок, Дракулаура! Спасибо! Дракулаура? Почему этот мерзкий тип с ужасной прической держит мою Дракулауру за талию? Ну нет, теперь я точно ее здесь не оставлю! Ребята, пишите в комментарии, с кем будет Дракулаура? Со мной или с этим мерзким типом? Странно, Клео, очень странно! Ты разговариваешь сама с собой, модница! Да нет, я к тебе обращаюсь, Клео! Значит, открывай рот шире и четче говори! И что ты хочешь своими губками, накрашенными дешевой помадой? Твоего парня таки не было на уроке! Вот что странно! Загулял что ли? Неужели Дьюз Гаргон понял, что встречается с Гаргоной похуже, чем его мать? Хочешь совет? Нет! Советую тебе быть подобрее! Хочешь совет, Лагуна? Советую тебе исчезнуть, как и вам троим, мелкие сплетницы! А она разозлилась! Интересно, что же происходит? Неужели реальная Дьюз и Клео поругались? Супер! Этой чокнутой директрисы нет! Я ее уже боюсь! Да, директриса Бладгуд любит дисциплину! Тогда ее голова держится на месте! Настоящий ужас! Где ты пропадала? Надеюсь, не плавала в моем бассейне! Советую! Лагуна, хватит со своими советами! Дай хоть слово сказать! Спасибо, Франкенштейн! Я хочу похвастаться! Девочки, я познакомилась в кафе с таким парнем! Это моя мечта! А мечты имеют свойство сбываться! Кто он, Дракулаура? Я уверена, этот красавчик – король школы монстров! Зеленые шикарные волосы! Необыкновенный стиль! И такая улыбка! О, нет! Что такое? Дракулаура, как зовут этого парня? Дьюз! Его зовут Дьюз Гаргон! Красивое имя, правда? Ну что? Что вы все так на меня смотрите? Кто-то из вас в него втюрился, да? Знаю, вы, конечно, все не очень любите мои советы, но, Дракулаура, забудь этого парня! Почему? У нас с ним любовь с первого взгляда! Такое не забывается! Во-первых, у него уже есть девушка, и это первая плохая новость! А во-вторых, это девушка Клео, и ты с ней виделась! Властная и эгоистичная принцесса Египта! Фу! Клео считает себя королевой этой школы! И хоть мы ее не боимся, но тебе советуем держаться от этой девушки подальше! Очень сильно советуем! Ладно, вы правы! Мне в этой школе проблемы не нужны! Вот и отлично! Догоняй! Но он такой красавчик! Подписывайтесь на нас, если хотите чаще видеть Дьюса и Итана в наших сериях! Вот ты где! И почему тебя не было на уроке? А я, это, играл в каскетбол! Я знаю, что ты меня обманываешь! Ааа! За что? Прекрати меня обманывать, иначе нам придется расстаться! А такую, как я, ты точно не найдешь! Детка, советую тебе быть со мной помягче! А что это ты советами начал раскидываться? Изменяешь мне с лагуной, да? Дьюс, если я узнаю, что ты... Детка, ты же знаешь, что мне нужна только ты! Вот ты где! Это ты мне? А это еще кто такой? Да, я к тебе! Эй, ты что? Эй, разойдитесь! Иначе я... А что я, они меня не послушают? Ой, директор Блотгуд! Разошлись! Что это за монстр? Добро пожаловать в школу монстров! Обычный человек! Кто ты? Я парень девушки, за которой ты ухаживаешь! Чего? Кто? Тебе разрешал ее обнимать? Клео! Ах, ты предатель! Клео, Клео, ты не так все поняла! Кто ты такой? Это человек, огромная проблема на наши головы! Женщина, умеющая снимать и ставить на место свою голову, боится какого-то обычного человека? Нет, ну ты глупый или притворяешься? Мальчик мой, между обычными людьми и монстрами идут бои уже миллионы лет! Ты пришел на нашу землю! Постойте, он сказал, что мстит за какую-то девушку! Да, точно, за девушку! А ну-ка, скажи, кто она? Твоя девушка тоже человек? Что? Нет, конечно нет! Кто-то из монстров встречается с обычным человеком! Этих девочек ждет серьезный разговор! А ты? Я? Не исчезни! Или я вызову монстр полицию! Ого! Ну и школа! Я виделся в кафе с новенькой! И когда она уходила, я приобнял ее! Кажется, я не сильно понравилась вашей директрисе! Хо! Так ты новенькая! А я Дьюз Гаргон! Сын Медузы Гаргоны! Вау! А ты? Дракулаура! Обычный монстр, но ничего такого! Ну так что ж, пойдем проведу тебя на следующий урок, Дракулаура! Спасибо! Постой! Так ты парень! Да тихо ты! Послушай, это все должно остаться в секрете! Я не хочу приносить проблемы своей девушке! И ты должен молчать! Знаешь, я тоже не хочу, чтобы моя девушка Клео узнала о том, как я заигрывал к этой новенькой! Забудем обо всем! Надеюсь, мы договорились! Так, так, так! Так значит, ты встречаешься с человеком! Дракулаура! Значит, твой папа Дракула, а парень необычный человек! И ты притворяешься просто крутой! А на самом деле живешь среди обычных людей! Я это использую! Я как бы уничтожил сейчас всю эту школу! Клео, что-то случилось! Не притворяйтесь добренькими! Это наверняка одна из вас! Советую тебе снизить тон и объяснить, в чем дело! А как же меня бесит спокойствие этой лагуны! Уберите ее! Советую тебе! Да прекрати ты лагуна! Клео, рассказывай давай, что случилось? Я знаю, что кто-то из вас встречается с моим парнем! Чего молчите? Это правда, да? Кто посмел? Успокойся, Клео! Кому бы вообще в голову пришло встречаться с парнем, который не контролирует свою силу? Я бы не хотела иметь парня, который спит даже в очках! А его мать, свекровь, медуза Гаргона? Нет уж, спасибо! Я чувствую, что вы врете! И поверьте мне! Я узнаю, кто это, и оставлю эту девчонку без единого волоска на голове! Нашла! О нет, зачем ты вообще голову упомянула? Бладгут нас нашла! Я искала вас! Что случилось? Юная леди, за мной! Это она ко мне обращалась! Мне пять тысяч лет! Старуха! Пять восемьсот сорок два, если быть точной в подсчетах! А я еще совсем ребенок! Мне ведь только пятнадцать дней! Юная леди, это мы с тобой, лагуна? Нам складен вульф по пятнадцать лет! Это про нас говорила директриса! О нет! Я надеюсь, проблемы не у нас! Я тоже пойду с вами! Так будет приятно услышать новость, что нас выведет со школы! Ну уж нет! Я этого не допущу! Здесь Дракулауры нет! Где же она? Я должен ее найти и предупредить о том, что я проговорился! Может, все-таки это была не любовь с первого взгляда, и я ошиблась? Тогда будет всем легче и проще! Ты? Ха-ха! Меня втюрилось, что ли? Ай, Дьюс! Слушай, известно, когда ты ко мне подошел, нам не стоит видеться и разговаривать тоже! Что такое? Кто-то тебя напугал, сказав, что я плохой? Дьюс! Разве может бояться, что это девушка, которая живет среди людей? Что? Я же прав! Я знаю, что ты общаешься с людьми, Дракулаура! О нет! Я так и знала, что когда-то эта информация выплывет наружу! Мой папа стал бедным, и теперь он работает на обычной работе! Граф Дракула работает на заводе, а его дочка... А что его дочка? Его дочка общается с людьми! Как же грустно! Я не могу! Мой папа-то артист! И все уже знают о моем секрете, да? Пока еще нет, но я могу рассказать! Готова? Нет, пожалуйста, Дьюс! Если кто-то узнает об этом, то меня сразу выгонят из школы Монстер Хай! Жаль! Очень жаль! Попасть сюда было моей мечтой! И девочки не примут меня, если узнают, что я бедная! Пожалуйста, не рассказывай! Ну что ж, тогда нам придется с тобой заключить пари! Что? Какое? Ты же дочь Дракулы! Я знаю, что ты могла бы превратить меня в вампира! Но зачем тебе это? Это уже не важно! Так что, ты согласна, красотка Драклаура? Ради секрета, который мы должны с тобой сохранить! Ладно, я согласна! Драку? Нет! Что ты натворила, Драклаура? Итан, что ты здесь делаешь? Тебя тоже приняли в школу Монстер Хай? Ну как это возможно? Я пришел за тобой! А что с ним? Зачем ты его укусила? Тьюс сам попросил меня превратить его в вампира! Я же дочь Дракулы! Я могу! Но отец тебе не разрешал никого кусать! Ведь так? Ну все будет нормально! Я видела много раз, как папа это делал! Ты еще слишком маленькая, чтобы использовать свои силы! Посмотри на этого парня! Он до сих пор в отключке! Что-то пошло не так! Итан, прошу тебя! Говори мне, что я его уничтожила! Мы попробуем спасти этого парня! Но я ничего не буду обещать! Ты готова? Готова к чему? Итан, не пугай меня! Ты готова бросить свою мечту? Бросить школу? Ты должна уйти из школы, чтобы вылечить этого парня в обычной больнице! Здесь нормальные врачи! О нет! На школу выстрахаемая мечта! Дракулаура, думай быстрее! Проход уже открыт! Будет же глупо идти в скорболь! Ладно, я с вами! Все-таки интересно, а что этой директрисе нужно? Что эта чокра-то уже придумала? Я знаю, но вам не скажу! Что? Ты все знала и нам не призналась? Клео, Денил, приказываю тебе! Ого! Даже не советуешь! Милашка Лагуна набралась смелости! Вот это да! Тихо! Бладбуд пришла! Она даже с головой! Кто из вас посмел пойти на такое? Да что случилось? Да что случилось? Вы забыли о нашей давней ссоре и битве с людьми? Конечно нет! Все в школе знают, что нам лучше не связываться с людьми! Тогда почему одна из вас встречается с человеком? Что? Сюрприз! Директор Бладбуд! Надеюсь, вы понимаете, что это не я! Потому что любой всей моей достаточно-таки длинной жизни Дьюс Гаргон! Я подозреваю всех, Клео Денил! Вас всех! Что? Это несправедливо! Так тебе и надо, Клео! Наконец-то тебя поставили на место! Быстро признавайтесь! Кто из вас набрался наглости выбрать себе в парня человека? Вы подставляете всю школу монстров! Все ученики теперь в опасности! Это не я! Я боюсь людей! И не я! Почему вы так смотрите на меня? Постойте, а почему здесь нет новенькой? Дракула о уровне подозрений? Я совсем забыла про нее! Ну, монстрица, держись! Конец! Хочешь совет? Подумай лучше о своем парне! Что? Лагуна, лучше бы ты молчала! Лагуна, зачем ты дала мне этот совет? Скажи, к чему это было? Я не могу! Я скажу! Знаешь, почему новенькая не может встречаться с человеком? Ну и почему же? Потому что она, походу, встречается с твоим парнем! Сюрприз! Ну что, девочки, уходим? Ну, Дракулаура, держись! Конец! Девчонки, за ней! Бедная Дракулаура! Вы подождите меня! Я не понимаю, что здесь произошло? Где? Где эта девчонка? Она сейчас останется без волос на голове! Если ты о Дракулауре, то ее здесь нет! О, Директор Бладгут, покой, не в настроении! Пожалуйста, держите свою голову при себе! Может, ее подзарядить немного? Я хочу дать совет! Они сбежали! Кто они, Директор Бладгут? Дракулаура и ее голова? Я не чувствую присутствия в школе Монстер Хай Дракулауры! Эта директриса меня уже пугает! Так, все, мне надоело! Пойду найду Дьюса! Нет, Дьюса тоже не чувствую в этой школе! В смысле? Директор Бладгут, вы же шутите, да? Его здесь нет! Но как это вообще возможно? Каникулы же вроде еще не скоро, а покидать школу до каникул нельзя! Да, а еще в школе Монстер Хайн запрещено колдовать и встречаться с людьми! Но вы же умудряетесь нарушать правила, которые я придумала! Откуда эта ведьма узнала, что мы колдуем? Замолчи уже, Клео! Советую подумать о своем парне! Куда он исчез? Что-то случилось! Я чувствую! Вы куда, Директорися Бладгут? В Монстр Полицию! Я разберусь в этом деле! А мы? А вы, если вы знаете, в чем дело, то передайте своим дружкам, что игры закончились! Ай, где мой дьюс? Это все ваша подружка новая виновата! Так и знала, что это к Дракулауре будут одни проблемы! Советую проследить за директрисой Бладгут! Отличный совет, Лагуна! Хоть раз эти дурацкие советы пригодились! Надеюсь, нас всех не выгнят с этой школы! Подписывайтесь на нас, если хотите узнать, чем закончится серия! Врача! Скорее, врача! Ну, где же все? Это бессмысленно, Дракулаура! В этой больнице работают люди! И сейчас ночь, они спят! Что же делать? Итан, а если он никогда не проснется? Я же себе этого не прощу, понимаешь? Давай будем думать, что мы можем сделать! Может, позвоним его родным? Что? Нет, ни за что! Мама этого монстра сама мету за Гаргона! Ладно, плохая идея! Тогда давай, может, с него хотя бы очки снимем? Ты уверен? Чьюс никогда не снимает очки! Может быть, на это есть причина? Да что может случиться? Чего ты боишься? Ты же монстр! Ну, я много чего боюсь! Например, не попасть в школу Монстр Хай и остаток жизни провести в тюрьме! Значит, тогда давай спасать твоего бойфренда! Что? Ты знаешь? О том, что ты влюбилась в первого попавшегося монстра в школе Монстр Хай, знаю! Ты чего обижаешься? И вообще, как ты сам попал в школу монстров? Портал был еще открыт, когда ты зашла! Пару секунд! Вот я и зашел вслед за тобой! Зачем? Ты же знал, что людям нельзя появляться в этой школе! Ты подставил меня? Прости! Этот дурак Дьюс меня шантажировал! Поэтому я его укусила! Что? Он пообещал, что никому не расскажет о моем вампирском секрете! Вот же подонок! Ты так мне не ответил! Зачем? Зачем тебе нужно было идти в эту школу и рисковать своей жизнью? Ты так и не поняла! Что я должна была понять? Да то, что я люблю тебя! Что? Ну, серьезно? Вы так и дальше будете выяснять свои отношения? Или, может, поможете мне? Он пришел в себя! Да, и опять отключился! Ладно, снимай очки, Итан! Это должно сработать! Попробуем! Почему монстров нет на рабочем месте? Что за беспредел? А где он? А вы что здесь делаете? Клео, я же советовала молча проследить, а не врываться! Проследить? Это за кем? Это за мной, что ли? Ну, спасибо, Лгуна, что ты, что Клео! Ну, ладно, с вами потом разберемся! Директор школы монстров ищет своих учеников! Я хочу разыскать своего парня! Сына Медузы Гаргоны Дьюса и дочь Дракулы Драколауру! Девочки, что это значит? То, что ваша подружка встречалась с человеком! Она еще и бедная оказалась! Меня же могут уволить за то, что я пустила эту девчонку в школу! А это акс нужно срочно найти учеников! Эй, ты, чертнутые полицейские радиомонстры! Где они? Где Драколаура и Дьюс Гаргон? Полиция, полиция для людей! О, ну все, дальше без нас! Но ведь люди, это же так опасно! Но интересно! Советую браться отсюда, пока не поздно! Тем более, диреклиста будет не в восторге, если мы поедем с ней! Ну нет, бои с людьми никогда не были один на десять! Вы что, хотите, чтобы мы были с вами? Там же куча людей! Вот именно! Мне нужна будет помощь! Помощь? Это она типа о нас? Какие еще бои? Посмотрите на наши ресницы! Нам пора! Но я же на капуках! Там есть вода? Здесь есть вода! Вот они! Да, бой будет серьезный! Директор Бладгуд, я надеюсь, вы не боитесь их теперь? А что с Дьюсом? Милый, он без сознания! Спокойно! Я сейчас всех их верну! Итан! Я же говорила, не стоило снимать с него очки! И они все здесь! Ну что с ним? Да, что с ним? Я даже не знаю, как вам сказать! Любимый! Клео, я теперь вампир! Что это с ним? Я думал, ты будешь рада! Директор Бладгуд, я не вернусь все равно в школу без него! О, детка, если хочешь, я и тебя превращу в вампира! Нет, нет, я не готова бороться за еще чью-то жизнь! Да и к тому же, мой отец Дракула меня прибьет! Все-таки монстры не очень хорошо переживают превращение в вампиров! Но я рад, что ты жив, чувак! Советую сбежать, пока Клео не начала ругаться! Дракулаура! Ну все, поздно! Дракулаура твоя любовница, да? Ты втюрился в нее? Я все знаю, подлец, предатель! Спокойно, отстань ты, Клео! Мы с Дьюсом просто друзья! Мой любимый вот, Итан! Наши чувства взаимны? Что это произошло с головой директрисы? Она плачет, она умеет плакать! Как же это мило! Хотите совет? Лагуна! Советую в следующей серии директрисе Блатгуд найти любовь! Ха-ха-ха! Всем привет! Эмма! Быстро свалила отсюда, неудачница! Фу, твоя сестра пахнет бабушкиными вещами! Ха-ха-ха! Зачем вы так? Ха-ха-ха! Я была старой в библиотеке! Возможно, это запах сырости! Ха-ха-ха! И я была в библиотеке! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Эмма, тебе стоит помыться! Ха-ха-ха! Ай! Эмма, что с тобой случилось? Знаешь, твоя сестра такая смешная! Смешная? Да она неудачница! Знаешь, иногда мне хочется, чтобы она пропала, и никто не знал, что Эмма моя сестра! Ну что ж, мечты имеют свойство сбываться! Чего ты сидишь? Вставай! Спасибо! Ха-ха-ха! Эмма! Что вы наделали? Она не дышит! Эмма, меня здесь не было! Родители меня прибьют! Только посмотрите на неё! Эта неудачница даже умереть нормально не может! Сьюзи, это не смешно! Твоя сестра в коме! О, посмотрите! Наш мистер Милашка принёс ботанше цветы! Какие же вы всё-таки жестокие! Эмма, подружка, это для тебя! Фу, меня сейчас вырвет от этой нежности! Предлагаю валить отсюда! Да-да, мне ещё нужно вещи выкинуть этой лузерши! Не понимаю, как ты жила с ней в одном доме? Не отвечаешь, да? Я скучаю по тебе, подружка! И, кстати, это тебе! Это самый лучший день в моей жизни! Наконец-то эта комната принадлежит только мне! О, Сьюзи, а это тоже выбрасывать? В кубке моей сестры? Конечно, да! А вот и я! Упс! Кажется, я испортил чьи-то вещи! Извини, Сьюзи! Сьюзи, это же вещи Эммы, да? О, да, предлагаю их ещё больше испортить! Кто это? В доме кроме нас никого нет! Оскар, а ну-ка иди, посмотри, кто там! А чего сразу я? Мне тоже стрёмно! Тоже мне мужчина! Кевин? Сьюзи, ну наконец-то! Это глупый друг моей сестры Эммы, Кевин! У нас есть звонок в дверь! Зачем нас пугать? Я звонил, вы не слышали, наверное! Послушайте, это очень срочно! Что тебе надо? Эмма, она... Мамочки! О, нет! Да ну вас, это не то, что вы подумали! Эмма сбежала из больницы! Что? Как это? Кевин, Эмма в коме! Как она могла оттуда сбежать? Я не знаю, мне позвонили из больницы! Почему тебе? Ты же не её семья! Даже не знаю, может потому что её семья не берёт трубки? Наверное, ты не слышала из-за громкой музыки! Вот это прикол! Ладно, всё, валите отсюда! Эй! Я в больницу, нужно выяснить, что произошло! Я с тобой! Кажется, тусовка закончилась! Эта неудачница портит всё, даже в коме! Это что ещё такое? Игрушка? И это смешно для кого-то? Где моя сестра Эмма? А чего ты на меня смотришь? Я не знаю! Ну, подарок мой! В этом никто не сомневался! Что же здесь произошло? И главное, где Эмма? Когда родители вернутся из командировки, то мне нужно будет складывать вещи в детдом! Они меня примьют! Стоп! А что с моей комнатой? А это ещё что такое? Что здесь происходит? Приветик! Вы кто и что делаете в моём доме? Привет, Сьюзи! Я Софи! Я Стелла! А я Майк! Мы друзья Хеллоу Китти! Что за бред? Какая ещё Хеллоу Китти? Это розыгрыш! Наверняка моя сестра вернулась домой и придумала всё это! Эмма! Вылезай скорее! Неудачница! Хеллоу! А, Хеллоу Китти! Это я! Хе-хе-хе! Эх, ну и сон, конечно, мне приснился! Что? Опять розовый цвет? О, Сьюзи, ты наконец-то пришла в себя! Эй, ты нас слышишь? Да что вы со мной как с больной разговариваете! Успокойся, Сьюзи! Ты просто упала на пол, потеряв сознание! Вот мы и переживаем! Мы хотели отвезти тебя в больницу, но Эмма, то есть Хеллоу Китти, сказала, что тебе станет лучше! Стоп! Что ты сказал? Что тебе станет лучше! Нет, нет, нет! Хеллоу Китти! Вы тоже её видели? А, так ты же не в курсе! Твоя сестра вышла из комы и теперь не узнаёт себя! Что? Эмма считает, что она стала Хеллоу Китти! Переродилась в коме и всякое такое! Что за бред? Ну, я ей сейчас покажу и Китти, и Хеллоу! Ух, весело сейчас будет! Бритни! Как думаешь, мне бы подошёл розовый цвет? Ой, Оскар, замолчи! Нам уже хватает одной любительницы розового цвета! Пошли! Какое же платье выбрать? Это или это? Ты что, издеваешься? Ой, сестрёнка, а ты, похоже, сегодня не в настроении! Немедленно умойся и верни мою комнату в прежний вид! Меня тошнит уже от этого розового цвета! Я вижу, ты не очень рада моему возвращению, да, сестрёнка? Да, я не скучала! Но хорошо, что ты здесь! Проблем от родителей будет меньше! Послушай, Сьюзи, а ты не хотела бы покрасить волосы в розовый? Что за бред? Какой розовый? А по-моему, тебе очень пойдёт! Эй, ты куда? Вернись! Мы ещё с тобой не договорили! Я это просто так не оставлю! Всем привет! Привет! Привет, Хеллоу, Китти! Эй, ты чего подыгрываешь ей? Эмма чокнулась! Ей в психушку нужно ложиться, а не с нами учиться! Знаешь, а мне нравится, как она теперь выглядит! Что? Ну, это же косплей! Плей что? Косплей! Знаешь, я раньше тоже интересовался таким! И комиксы читал! Да ты такой же больной, как я она! Фу! А вы мне говорите? Да, можете пообщаться вместе! Твоя ерунда заразна! Оскар, я надеюсь, в розовый ты краситься не собираешься! Кстати, про розовые волосы! У вашей подружки Сьюзи будет маленький сюрприз! Что? Да ладно! Шалость удалась! Сьюзи просто в восторге от своей новой прически! Ты реально подмешала своей сестре в шампунь розовую краску? Да, совершенно случайно! Какая же ты все-таки крутая! Ты заслуживаешь новый коктейль! Как я хочу быть такой, как ты! Спасибо, девочки! Знаете, я не была такой крутой всегда! Но теперь я останусь такой навсегда! Девчонки, вы уже слышали, что Сьюзи плачет на всю школу! Что? Я должна это увидеть! Ну, успокойся, все не так очень плохо! Мне даже нравится! Заткнись, Оскар! Ну, правда! Нравится, говоришь! Что мне теперь делать со всем этим? Сьюзи, ты такая милушка! Иди-ка сюда! Тебе конец! Отойдите все! Спокойно, не трогай нашу подругу! Это просто милая шутка! Жаль, что у тебя плохое чувство юмора! Ты такая красивая и такая злая! Прячешься за своими друзьями, да? Ну ничего, я еще к тебе доберусь! Мне пора! Уходим, ребята! Пока-пока! Как же она меня бесит! Сьюзи, мне кажется, тебе стоит успокоиться! Что, Оскар? Слишком много агрессии в сторону своей сестры! Что? Бритни, ты хоть так не думаешь? Ну, как по мне, ты определяешь этой Хеллоу Китти слишком много внимания! Серьезно? Не обижайся, ладно! Уделяю слишком много внимания? Да потому что это моя сестра! С ума сойти! Да ну вас! Весь мир против меня! Моя сестра решила разрушить всю мою жизнь! О, привет! А ты тоже видела странную девчонку с розовыми волосами в коридоре? И, кстати, когда появится Эмма в школе? Говорят, она уже приступила к занятиям! Кевин, так ты еще ничего не знаешь? А что я должен знать? Эмма в норме? О, да, еще как! Знаешь, мне кажется, нам нужно с тобой поговорить! Окей! Кстати, классный цвет волос! Да-да, спасибо! Всегда хотела покраситься в розовый! Правда? Конечно, нет, Кевин! Заткнись и слушай меня! Давай! Пасуй! Все, хватит этих игр! Мне это все надоело! Кажется, ты без настроения! Что случилось, Бритни? Наша Сьюзи меня не выходит из головы! Мне кажется, мы неправильно поступили, заступившись за эту сестру! Ну, согласись, Сьюзи уже перебарщивает! Перекраситься в другой свет, это же не проблема! И все-таки мы же ее друзья! Предлагаю идти мириться, согласен! Оу, кажется, Сьюзи сама решила устроить примирение! Вечеринка у них дома? Интересно! А дресс-код какая из сестер будет устраивать? Смотри, Сьюзи даже заморочилась с приглашением! В конце написано, на тусовке будет сюрприз! Как думаешь, что ожидать? Не знаю, но уверен, Сьюзи что-то задумала! О, да! Эмми, точнее, Хеллоу Китти будет очень весело! Главное, чтобы было весело нам! О, приперлась! Приветик! Так устала ходить по магазинам! Представляешь, розовых вещей в новых коллекциях не так уже много! Ой, какая беда! Как же ты это пережила! Ужасно! Да, стоп! Ты что, смеешься? Кстати, а где твои книги? Раньше ты любила библиотеки, а не шопинг! Вкусы и интересы меняются! Систер, я тебя совсем не узнаю! Такое чувство, будто тебя в больнице подменили! Да, и с той ботанши-неудачницей, которую знали все, не осталось ничего! Ладно, хочешь быть такой, то будь! Кстати, я завтра устраиваю вечеринку! О, это что, приглашение? Да, можешь приходить и друзей своих приглашай! Класс! Они будут рады потусить с моей сестренкой! Кстати, новый цвет волос просто топ! Ты же на меня уже не обижаешься! Нет, что ты! Это правда мило! Кстати, как там твои друзья? В порядке! Ты же их только что пригласила! Нет, я о старых друзьях! А, ты о Кевине? Ты в курсе, у меня был единственный друг Кевин! И я не знаю, где он и как он! А ты не скучаешь? Я думала, вы друзья навсегда! Ну, помнишь, вкусы и интересы меняются! Я сейчас уже другая и сомневаюсь, что мы найдем общий язык! Ну да, ну да! Улыбочку! Еще почти никого нет! Кроме друзей Хэллоу Китти, конечно же! Эй, вы! Что это за маскарад? Хэллоуин осенью, а сейчас лето! Ничего вы не понимаете в искусстве! Мы сегодня косплеем персонажей! Че? Я феечка! У фей должны быть крылья, а ты просто Стелла в платье! Да, а тебе, Бритни, стоило примерить костюм колдуньи! Ха-ха, да, в таком образе ты бы точно выглядела гармонично! А ты еще кто? А разве не видно? Я принц Гарольд, а это моя принцесса Софи! Фу, какой кошмар! Оскар, хороша, что мы держимся подальше от этого детского садика! Они на тебя плохо повлияют! Ну, выглядит же прикольно! О, а о чем я говорила! Для тебя это заразно! Держись от них подальше! Всем привет! Вау! Китти, ты прекрасно выглядишь! Это так мило! Спасибо, я очень старалась! А где музыка? Я думала, мы танцевать будем! Надо дождаться твою сестру! Она ведь организатор этой тусовки! Я не узнаю Эму! Она говорит о танцах! А раньше она вообще ничего не видела, кроме своих книжек! А сейчас она та еще красотка! Эй, она что, тебе нравится? Ну, она милая! О, Оскар! Кевин! Всем привет! Это и есть мой сюрприз! Что? Да, мы с Кевином теперь встречаемся! Стелла, у Сьюзи был парень? Не знаю! Такой милый мальчик! Кто он? Ты его знаешь, Китти? Эй, Китти! Ты чего не отвечаешь? Кто этот парень? Это мой бывший друг! Обалдеть! Сьюзи теперь с Кевином! Я не могу в это поверить! Значит, Эмма теперь свободна! А тебе-то что? Хочешь встречаться с Хэллоу Китти? Да тебя пацаны засмеют! Ну и что? Зачем мне пацаны, если у меня будет клевая девчонка? Эй, Оскар, ты куда? Сьюзи, все из-за нее! Ужасный день! Это сумка отстойная! Все меня бесит! Китти, что с тобой такое? Музыка ведь была клевая! Я даже слышно не было! Ну и что? Надо же как-то подержать Китти! Кажется, тебе нужно отдохнуть! Ты устала сегодня! Может, завтра пойдешь не на каблуках? Нет! На каблуках! Я прийду завтра в школу в самом шикарном платье! Я что-то пропустил? Не знаю! Китти, завтра какой-то праздник? Да! С завтрашнего дня начнет действовать план по возвращению моего бывшего настоящего друга! Зачем он тебе? Неужели какой-то мальчишка тебе так дорог? Кстати, это тебе! Ты нам что-то недоговариваешь? Может, ты влюбилась в него? Этот парень изменил мою жизнь! И он не должен быть с моей сестрой! Все удалось! Наш план действует! Ты что-то будешь, Гарин? Нет, спасибо! Если честно, мне как-то не по себе! Не хочется обманывать Эмму! Мы должны это сделать! Пускай дальше думает, что я хожу с розовыми волосами! А не покрасилась обратно в свой цвет! Пускай она считает, что мы с ней помирились! А ты мой парень! Ой, ей это не понравилось! Ты сама видела! Вот и отлично! Вот-вот наша старая Эмма вернется! А если ей комфортно так? Может, пускай и дальше бы ходила в образе Хэллоу Китти? Взрослая девочка, которая всегда любила математику, пытается доказать, что она Хэллоу Китти! Это ненормально, Кевин! Она даже спит в этом костюме! Значит, ей такое нравится! Тем более, друзей Эмма уже нашла себе! Еще непонятно, кто они такие и почему тусуются с ней! Мне кажется, это все странным! Ты себя уже накручиваешь! Где они взялись, Кевин? Эмма не успела выйти из комы? Так тут нарисовались какие-то непонятные друзья! Ну да, это действительно подозрительно! Ну а я о чем? Раньше я о них ничего не слышал от Эммы! Вот именно! Не переживай, Кевин! Мы разозлим эту Китти! И наша Эмма опять покажет себя! А эти фальшивые друзья тоже обязательно покажут свое истинное я! У нас все получится! Фух, ну и денек! Привет! А-а-а! Спокойно, спокойно! Это же я! Эмма, ты меня напугала до ужаса! Я не Эмма, я Хлоу Китти! Забыл? Да что с тобой такое? Окей, ты надела костюм этой Китти, но от этого ты не стала! Стала, и это благодаря тебе! Что? А при чем здесь я? Это все твой подарок, Кевин! Та игрушка изменила мне мою жизнь! Игрушка? И кстати, это тебе! Так ты о моем подарке говоришь? Да, я вышла из комы и стала Хеллоу Китти! Слушай, мне уже пора! Если хочешь, оставайся здесь! Ты куда? К твоей сестре у нас не свидание! Нет! Ну что случилось, Кевин? Я уже спала! Послушай, ко мне приходила Эмма! Что? Рассказывай! Она действительно не в себе! Я совсем не узнаю свою подругу! Не знаю, что с ней случилось! Вот видишь, нам нужно ее спасать! Эй, ты! Я? Да, да, ты! Ты мне поможешь! Я Оскар! Ты что, не помнишь, как меня зовут? Да-да, Оскар! Ты должен мне помочь вызвать ревность у одного парня! Окей! А что мне с это будет? Свидание с Холлоу Питти! Я же тебе нравлюсь! О, так мы уже вместе, да? Класс! Чего это она? Кажется, твоя подружка тоже тебя ревнует! Не благодари! За что? Я должен тебе сказать спасибо! Я не хочу ругаться с подругой! Всем привет! Приветик! О, Оскар-котик, пойдем в кафе! Я так хочу быть с тобой наедине! Что? Что ты творишь? Заткнись и подыграй мне! Она с Оскаром? Ну, где моя сестра? Нужно дальше ее бесить! Ничего не получится! Ей все равно! В смысле? Она себе нашла парня! И теперь я ее потерял окончательно! Спасибо тебе, Сьюзи! Что? Какого еще парня? Ай, что вообще происходит? Бритни? Ты что, плачешь? Эй, что случилось, Бритни? Это все твоя сестра! Оскар теперь с ней! Оскар? Да! Ты должна была смотреть за ней, пока родителей нет! Но она превратилась в чудовище! И испортила всю нашу жизнь! Во всем виновата ты! Стоп, стоп, стоп! При чем здесь я? И вообще, почему ты так расстроена, что Эмма общается с Оскаром? Да потому что я его люблю! Ого! Похоже, от всего этого мне пора отдохнуть! А может, реально в этом всем хаосе виновата я? Да! Вы? Конечно, во всем виновата ты! Странно, что ты это поняла только сейчас! Что такое, Сьюзи? Ты реально нас не узнала? Давай шевели извилинами в своей голове, наглая девчонка! Да что происходит? Что вы все хотите от меня? Что такое, Сьюзи? Страшно! Настолько страшно, как мне было в пятом классе! Софья, приветик! Привет! Классные очки! Покажешь, что носишь в своем рюкзаке? Пожалуйста, не надо! Зачем не так? Ну, что скажешь, Сьюзи? О, нет! А меня в шестом классе помнишь, Сьюзи? Что это такое? О, Стелла! Кажется, кто-то случайно порвал твою школьную форму! А денег на другую нет! Очень жаль! Ну как, вспомнила? Надо мной ты издевалась всю среднюю школу! Привет! Как дела, Майк? Пожалуйста, не трогай меня! Пожалуйста! Привет, девчонки! Майк, как дела? Да что вы все от меня хотите? Скучал? Шоу начинается! Три, два, один! Ты и твои друзья – настоящее зло! Ребята! Из-за тебя нам пришлось перейти в другую школу! А нашим родителям переехать в другой район! Неужели это реально все из-за меня? Решили отомстить мне с помощью моей сестры? Ой, какая ты догадливая! Что вы с ней сделали? А ты еще не поняла? Твоей сестры больше нет! 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 Что происходит? Я не знаю! Привет! Вас тоже с Юзи сюда позвала? Да, сказала, хочет объявить какую-то важную новость! Можно я присяду, плиз? Нет! Ну, понял! Кажется, в ваших отношениях проблемы! Нет, Кэмк, большие проблемы – это у меня! Что случилось с Юзи? Рассказывай, быстрее! С моей сестрой что-то произошло! Это мы уже все поняли! Это подстроили наши бывшие одноклассники! Что? Какие еще одноклассники? Сейчас я вам вышлю старые фотки наших одноклассников! О, это же Майя! Мы дружили с ним, пока он не начал рассказывать про свою семью! Да-да, у него семья как колдунов! Все странные какие-то, помешанные на волшебстве! Волшебство? Вы должны пойти за мной! Что такое? По дороге расскажу, идем! Идут уже мои маленькие букашечки! Место должно быть здесь! Да куда ты нас ведешь? Ну что, людишке, нужна помощь ведьмы? Ты же не верила в волшебство! Не смотрите на меня так! Я до сих пор не верю! Это все она! Я Сьюзи! Я знаю, дорогая! Ты хочешь вернуть свою сестру? Так вы реально ведьма? Я предпочитаю, чтобы меня называли волшебницей! Какая-то она странная! Ну послушай, Сьюзи, мне тоже здесь не по себе! Давайте быстрее решать эти вопросы! Все, что мне интересно, жива ли моя сестра? Ммм, посмотрим! Да, она еще в этом мире! Ей темно, холодно и страшно! Во всем я виновата! Где она? Ее заперли! Кажется, это подвал больницы! Да ладно! Это что, все правда, что ли? Моя подруга не Хэллоу Китти? А с кем я тогда встречался? Предатель! Ааа, перестаньте зря тратить всю энергию и отправляйтесь на поиски вашей сестры и подруги! Ээ, стой! Ээ, я? Да-да, ты! Она любит тебя! Кто? Сьюзи? Ой, Бритни, болван! Спасибо! Какие же все-таки эти парни глупые! Открывай же быстрее! А я пытаюсь! Есть! Ээ, Ма! Наконец-то вы нашли меня! Это правда ты? Мы так за тобой скучали! Что это с ней? Моя сестра обнимает меня? Многое изменилось за время, пока ты была здесь! Сьюзи, может ты перестанешь обниматься и наконец-то развяжешь меня? Да-да, прости! Как же я рада, что ты жива! Что такое? Почему у меня так сильно болит голова? Потому что я рядом! Нет, не подходи! Мы не должны находиться рядом! Иначе я... Вот и все! Я вернулась! Сестренка, ты рада? Да! Я так скучала! Как ты вообще могла подумать, что я могу ходить в таком странном костюме? Девочки! Оскар, предложил мне встречаться! Что происходит? Ничего, Оскар! Я говорю, что я еще подумаю! Девочки, я, наверное, тоже схожу к своему другу! О-о-о-о! Ну прекратите! Ты даже боишься зайти к ней в дом! Какой же ты трус, Кевин! Приветик! Эмма, скажи, что только что ты ничего не слышала! Не надо ни в чем себя винить, Кевин! Твой подарок тут ни при чем! Но это игрушка! Это же все из-за нее! Нет! Все из-за обиженных ребят! Они решили отомстить моей сестре! Что? Они готовили эту месть несколько лет! Я не могу поверить в это! Да, это правда! Они решились на такую аферу! Так ты не злишься на меня? Как я могу злиться на своего друга? Знаю, что это вам не понравится, но мы должны пойти к ним! Кому? О ком это речь? Мы должны встретиться со Стеллой, Софи и Майком! Ну и кто знает, зачем она нас сюда позвала? Не знаю! Я вообще была против того, чтобы идти к ней! Согласен! Думаю, Сьюзи вообще решила нас подставить! Думаете, она нас хочет сдать в полицию? Но волшебство для полицейских это не доказательство! Ну привет! Скучали? Сьюзи? Думаю, надо валить! Никуда не надо бежать, Софи! Я пришла извиниться! Что? Мне это послышалось? Так ты серьезно? Я реально вела себя очень ужасно! И я рада, что вы это мне показали! Я тоже вас простила! Ну так что, будем мириться! Только если в честь примирения мы устроим дискотеку! Где дискотека? Там и мы! Ура! Меня забыли! Дети, иди стройка! Эм, они стройки! Милочки! Что делать? Мои волосы! Нормально я! Будет моим! Я домой, парень! Коль! Это что? Ты обалдела? Эмма? Я же говорила, что она не настоящая Барби! Заткнись! Ты, глупый робот! Я! Нет! Робот! Ну нет! Батарейки разрядились! Я должен забыть о своей бывшей девушке! Пора забыть о своем бывшем! Что вы смотрите? Бесполезные роботы-куклы! Бесчувственные! За что мне такая работа? С такими ценниками вас никто не купит! А что, они настолько дорогие? Стоящий покупатель в моем магазине? Обалдеть! Посмотрим! О, скидочка! Сколько миллион долларов за куклу? Да, у нас очень дорогие материалы! Извините, вам чем-нибудь помочь? Что-нибудь подсказать? Ну, вообще-то, я бы хотел приобрести робота! Поверьте, все в отличном состоянии! Это идеальная копия человека! Вы не пожалеете об этом вокруг! На какую сумму вы рассчитываете? Поверьте, это не важно! Мои родители миллионеры! Я могу позволить себе любую покупку! Ну что ж, тогда я предложу вам Барби! Это наша самая дорогая модель! Последняя эксклюзив! Самая дорогая! Живее живых людей! Можете попробовать! Окей! А как она включается? О, все очень просто! Привет, красавчик! Хочешь забыть свою бывшую? Я тебе помогу! Откуда она знает? Искусственный интеллект! Я же говорю, это самая последняя модель! А знаете, я ее покупаю! Прощайте, неудачники! Все в порядке! Я сама могу идти! Обалдеть! Чего смотрите? Вас точно никто покупать не будет! Привет, девчонки! Приветик! Как же меня уже достало эта школа! Эмма, что такое? Нет настроения? Расслабься! Училка сегодня заболела! По-моему, отличный день! Ну хоть что-то хорошее! Ладно, проверю инстаграм! Нет! Нет! Ну ладно! Нет так нет! Я даже спросить не успел! Эмма, что такое? Что-то случилось? Да! Это мой бывший! Он нашел себе новую девушку! Послушай, это, конечно, не мое дело, но может уже пора забыть этого Итана? Итан, Итан! Сколько уже можно слышать это имя? Итан! Что ты сказала? Сьюзи, повтори! Итан! Это имя новенького, который переходит в нашу школу! Нет, 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 нет! Такого совпадения просто быть не может! Это точно невозможно! Эмма, да успокойся! Знаешь, сколько парней есть с такими именами? Вот он! Правда, красавчик? Девочки, это он! О, так ты его знаешь? Говорят, этот парень встречается с настоящей Барби! Девочки, я должна быть лучше, чем она! Это вызов! Девочки, заходите! Девочки, там открыто! Девочки, там открыто! Нет! Нет! Ты же хотел признаться Эмми в своих чувствах! Опять побоялся, да? Девчонки, я понял, что это все зря! И вообще, я должен забыть ее! Ого! Ну что, идет ли новый цвет волос? А это еще кто такая? Нет, 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 это же... Эмма! Да, это я! Кто ты? Что ты сделала с нашей подругой? Ты же не любишь розовый! Ну этот цвет тебе очень идет! Мне нравится! Все ради Итана! Наша встреча должна быть идеальной! Что это только что было? Она его до сих пор любит! Кого его? Ради Итана, моего бывшего! Этот парень не должен меня узнать! Она сошла с ума! Сегодня наш первый день в школе в качестве парня и девушки! Ты мой Кен! Слушай, может я все-таки сам в школу пойду? Ты же... Робот? Не стоит недооценивать! Искусственный интеллект! Ничего себе! А ты умная, Барби? Я умнее тебя, Итан! Но ты не опасна! Надеюсь, ты же не суперсолдат! Я запрограммированная на многое! Но я буду только такой, как ты захочешь! Окей, давай тогда договоримся! О чем договоримся? Что ты уже придумал? В школе никто не должен заподозрить, что ты не настоящий человек! Все в порядке! Можешь не переживать! Люди не узнают, что внутри меня процессор! Отлично! Тогда пора знакомиться с новыми одноклассниками, Барби! Что-то я так волнуюсь! Не переживай, нормально все будет! Не волнуйся, я в этой школе тоже первый раз! И никого там не знаю! Ваш клубничный коктейль, клубничные конфеты и клубничный чупа-чупс! А не слишком много милашности? Спасибо, Сьюзи! Весь этот гламур из Аэмы! Я просто помогаю ей! Ну, конечно, Оскар! Все же знают, что ты в нее влюбился! Все? Кроме нее! Послушай, до того, как она перевелась в нашу школу, у нее был парень! И что? Это было два года назад! Да, но она любит его до сих пор! Что за бред! Где он, а где она? Они уже давно расстались! Между ними расстояние, а ты рядом! Ты права! Так что воспользуй эту возможность! Ты права, Сьюзи! Но он намного ближе, чем ты себе представляешь! О чем это он? Эх, совсем это я ободурила голову бедному парню! Скупайте! Кира, смотри! Это же он! А это Барби как настоящая! Сейчас мы это проверим! Приветик! Это кто? Ты ее знаешь? Впервые вижу! Я Виолетта, а это моя подруга и одноклассница Кира! Вы новенькие, да? Да! Я Барби, а это мой парень Кен! Можно просто Итан! Ты так сильно любишь розовый цвет, Итан? Просто я решил соответствовать своей любимой девушке! Барби, говоришь? Ай, зачем ты это делаешь? Зачем ты тянула мою девушку за волосы? Так они реально настоящие? Ну да! Вы что думали, что это парик? Она что, по-вашему робот какой-то? Ладно, извини! Невоспитанная девчонка! Знаете, а в нашей школе тоже есть Барби! Да? Да, Сьюзи! Барби это наша самая популярная девчонка! Уверена, вы скоро все познакомитесь! Ничего не понимаю! Не может такого быть! Кен, ты слышал? Я Итан! Нет, ты мой Кен! Ладно, вернемся к этой девушке! Думаешь, она тоже робот? Я самая новая и эксклюзивная модель! Ну, тогда значит ли Барби не настоящая? Да! Самая настоящая Барби это я! Странная она, конечно! Девчонки, что вообще здесь происходит? Скажем так, ты пропустила многое! Да, я вижу! Барби в школе это действительно что-то новенькое! Пойдем все расскажем! С вами еще увидимся! Пока-пока! Мне они не нравятся! Да ладно тебе! Нормальные девчонки! Может тоже пройдемся по школе? Я сделаю все, что ты захочешь! Серьезно? Мы сюда кататься пришли, девочки! Рассказывайте, что вообще происходит в школе! Мы пришли сюда, чтобы нас никто не слышал! В общем, бывший парень Эммы пришел учиться в нашу школу! Ого! Вот это новости! Поэтому Оскар такой расстроенный! И это еще не все! Его девушка Барби! Так вы говорите о новеньких, которых мы видели в классе? Так-так-так! Похоже, что-то будет интересное, да? О, да! Ты готова к самой главной новости? Эмма решила стать Барби! Ну какая из Эммы Барби? Чего ты смеешься? Какая-какая красивая! Так у нее даже цвет волос другой! Она брюнетка! Уже нет! Эмма теперь блондинка! Да ладно! Окей! Но это же ее бывший парень! Он точно вспомнит свою прошлую любовь! Ой, не нуди! Все будет отлично! А я думаю, что этот глупый план провалится! Извините, девочки, что вас расстроило! Ну что, и как я выгляжу? Ты настоящая Барби, Эмма! Да ладно! Ну спасибо, Оскар! Самооценку ты мне поднял! Ой, кажется идут... Наконец-то я увижу его! Сядем здесь! Так вот ради кого это все! Ну ничего необычного в этом парне я не вижу! Он смотрит, смотрит! О, смотри, Барби! Это та самая девчонка, которая похожа на тебя! Она мне не нравится! Я? Наши чувства взаимны! Ужасный цвет волос, кстати! Ха! Что? Эмма... Извините, но у вас же одинаковый цвет волос! Не говори глупости! Покраска моих волос стоит как половина этой школы! Ого! Ты непростая! Оскар, уходим! Постой! Мы даже не познакомились! Ты ее не заслуживаешь! Ну как его, как его! Ты молодец! Спасибо! Что это с ними? Я не гадалка! На психологом могу быть! Хочешь, я тебе сделаю психологический портрет! Никаких портретов, Барби! Ты же моя девушка, а не психолог! Стой! Подожди меня! Да ладно! Кен не узнал свою бывшую? Ой, что-то будет! Девочки! Виолетта, а где Кира? Пошла переодеваться на уроку! А что случилось? Ты не поверишь! Все получилось! Да ладно! Так вы с ним виделись? Он узнал тебя? Нет, он повелся на то, что я настоящая Барби! Так ты теперь не Эмма? Да! Это он! Называйте меня Барби! Так, твое имя Барби? Ой, новенький! Сразу тебя и не увидела! Да, я Барби! Очень, очень приятно! А я Итан! Хотел потренироваться, но не могу найти спортзал! Поможешь мне? С удовольствием! Догоняй! Виолетта, пожелай неудачи! Ничего себе! У Эммы все получилось! Или это он ее не узнал? Или притворяется странно? Виолетта, угадай, кого я только что видела! Знаю, знаю! Эмма увидела своего бывшего! Только не знаю, зачем она делает все для него! Может, она хочет опять сойтись с ним? Ну, он реально красавчик! Я, например, понимаю, зачем она так поступает! Какой же отстойный день! О, Оскар, чего скучаешь? Не трогай меня, Сьюзи! Я ничего не хочу без Эммы! А может, пора уже забить на это все и найти новую девушку? Нет! Мне Эмма нравится! Понимаешь? Ну, может, заставишь ее ревновать? Например, начать встречаться с другой девушкой? Как тебе такая идея? Нет! Это все глупости! О, приветик! Привет! Твоего блондина здесь нет! Что это с ним? Не обращай внимания! Как он понял, что я ищу Кэна? Он что, не в настроении? А знаешь, я могу ошибаться, но догадываюсь, где твой парень? Это какой-то секрет? Он готовит мне сюрприз? Помнишь ту девушку, которая похожа на Барби? А при чем здесь она? Ну, я думаю, они сейчас вместе! Это ерунда какая-то! Вот так вот ей и надо! И почему парни обычно обращают внимание только на эту Эмму? Ну вот, готово! Спасибо! Я бы и сам справился! Да ладно! Мне не сложно тебе помочь! Ты очень милая! Что здесь происходит? О, Барби, привет! Да! Барби, это я! Твоя девушка! Как же ты вовремя! Не подходи к моему парню! Поняла? Барби, успокойся! К чему эти сцены ревности? Ты вообще молчи! Чтобы я тебя больше не видела возле своего парня! Окей! Все мне испортила! Я за тобой слежу! Глупая девчонка! Глупые волосы! И глупые тебе тоже глупые! Ты вообще обалденный! Изменяешь мне с какой-то копией Барби! Ты, Барби, успокойся! Мы просто разговаривали! Она хочет увезти тебя у меня! Это все какая-то ерунда! Не перекручивай! А о моих чувствах ты не думаешь? Почему ты так грустишь? К тому же ты просто робот! Думаешь, если у меня процессор вместо головы, то нет сердца? Оно что, есть? Представь себе! Ну извини, Барби! Я не хотел тебя обидеть! Ты больше не будешь оставаться наедине с этой девчонкой! Ну, конечно, не буду! Обещаю! А теперь я хочу что-то вкусненькое! С этими девчонками так сложно! Даже с роботами! Итан, как дела? Привет! Может, тебе еще какую-то экскурсию по школе провести? Знаешь, нет! Моя девушка ужасно ревнует меня к тебе! И мне это не нравится! Что? Стой! Что еще? Разве ты меня не услышала? Но мы ведь просто разговариваем! Разве это проблема? Послушай, я не хочу причинять ей боль бессмысленным разговором! Бессмысленным разговором? Да ты причинил мне боль! Глупый ты мальчишка! Что это с ней? Эмма! Куда ты собрался? Никуда я не иду! Ты опять был с ней? Я с ней только поговорил! Опять? Барби, я наоборот дал понять этой девушке, что у меня есть любимая! Ты молодец, Кен! Итан! Я Итан! Эмма! Эмма! Ты чего? Тебя еще только не хватало! Что случилось? Ты плачешь? Нет, уже нет! Рассказывай, кто тебя обидел? Жизнь! Вот скажи, я красивая? Конечно, ты красивая! И поверь, тебе даже парик этот не нужен! Ты классная в любом образе! Ну, Оскар! Почему тогда Итан так не думает? Послушай, зачем ты вообще за ним бегаешь? Может, пора забыть это все? Послушай, ты не знаешь всего! Это я виновата в том, что мы разошлись с Итаном! Ты ему изменила? Конечно, нет! Я просто уехала, его не предупредив! И думаю, что он все еще меня любит! Но ты сейчас другая! Может, поговоришь с ним как Эмма, а не как Барби? Нет! Я должна продолжать игру! Какую игру? О чем ты говоришь? И знаешь что? Нам нужен уровень потяжелее! Оскар! А ты сейчас с кем-то встречаешься? Я? Нет! К чему это был вопрос, Эмма? Я заставлю Итана ревновать! И ты мне в этом поможешь! Кира, а тебе Эмма звонила? Нет, а тебе? Она пропала после того, как в школе появился этот Итан! Все, мы больше не нужны! Приветик! Сьюзи? А что ты тут делаешь? Меня пустила твоя мама! Окей, но почему ты здесь? Мы ведь не договаривались встретиться! У тебя что-то случилось? Выглядишь очень расстроенной! Да! Послушайте, мне давно уже нравится Оскар! Что? Да ладно! Ты же над ним прикалывалась постоянно! Смеешься? Девчонки, ну как я могла ему признаться, если я знала, что он любит Эмму? Вот это дела! Я уже не знаю, с кем мне поговорить, девочки! Мне так плохо! Послушай, Сьюзи, Эмма сейчас бегает за своим бывшим Итаном! То есть? Оскар ее больше не интересует! Думаете, сейчас время пойти и сделать первый шаг? Вы правы! Я пойду ему и все расскажу! Кира, ты с чего сидишь? Пойдем, подержим ее! Приветик! А вы не видели Оскара? По-моему, он остался в кафе! Спасибо! Давай, Сьюзи, ты сможешь! Вот твой любимый коктейль! Какая же ты красотка! Спасибо, любимый! Любимый? Все понятно! Все из-за вас! Что случилось? Сьюзи, подожди! Вот так мы и будем играть парочку при Итане! Только при Итане? Согласна! Нужно делать это всегда, чтобы никто ничего не заподозрил! Все! Больше никаких парней! Боксенки-то, Мататы и Кира! Да успокойся ты! Что случилось? Что случилось? Зачем вы вообще мне это посоветовали? Кто тебя обидел? Оскар! Да ладно! Оскар же и мухи не обидит! Как обычно, во всем виновата ваша подруга Эмма! Как же она меня бесит! Что Эмма сделала? Может, ты расскажешь со самого начала? Я лично ничего не понимаю! Они там вместе смеялись, чуть не обнимались! Ну так, Эмма и Оскар, друзья, что тут такого? Для них такое общение, это нормально! Да что ты! А ты считаешь это нормальным, что Эмма называет его любимым, а Оскар ее дорогая? Что? Что слышала? Нечего сказать, да? Что за бред? Этого не может быть! Ты точно услышала что-то другое! Ничего больше слышать и знать не хочу! Не могла же Эмма начать встречаться с Оскаром, когда любит Итона! Я все узнаю! Идиот! Оскар, ты готов? Да! Мне несложно играть в любимого парня в тебя! Вот и отлично! У тебя отличное чувство юмора! Как же мне все-таки повезло встречаться с таким парнем! С парнем? А, это ты? Расслабься! Привет, Виолетта! А что здесь происходит? В общем, мы с Оскаром притворяемся, что встречаемся! Только не говори, что в этом всем опять замешан твой бывший Итан! Ну, да, это все ради него! Зачем? Вся жизнь крутится вокруг Итана! Ты не знала, Виолетта? Эмма, ты с ума сошла? Что ты творишь? Что здесь такого? Разве кому-то от моих действий будет хуже? Ты проживаешь уже не свою жизнь, а какую-то другую! Это правда! Тянула сюда Оскара, обиделась Юзи! Еще и Барби с Кера пытаешься разлучить! Ого! Кажется, она не настроение! Да что это такое? Разве она не моя подруга? Она должна меня защищать! А что со Сьюзи? Чем-то ее обидела? Я не знаю, о чем они заведутся! Лучше пошли искать Юзиана! Барби, я бы хотел с тобой поговорить! Что-то случилось? Не знаю, как тебе это сказать! Послушай, если я захочу себе когда-нибудь найти другую девушку... Ты что, совсем обалдел? К чему эти разговоры? Ну, например... Это же просто пример! А что тогда я? Ты меня что, на мусорку выбросишь? Как ненужную куклу? Нет, я тогда думаю, что мы будем с тобой дружить! Я не хочу дружить! Я твоя девушка! Эй, успокойся! Ты так много истеришь! Что? А теперь ты меня пугаешь! Послушай, зачем ты меня вообще тогда покупал в магазине? Если не собирался быть всегда со мной! Но я хотел забыть свою бывшую! Так ты любишь другую? Послушай, я даже не думал, что ты можешь иметь чувство! Ты же робот! Обалдеть! Нужно все срочно рассказать девочкам! Выбирай! Или ты принимаешь меня такой... И больше никогда не называешь меня роботом! Или сдаешь обратно в магазин! Ну, конечно, принимаю! Как я могу отдать тебя? Тем более, я столько денег заплатила за тебя! Что? Да шучу, я шучу! Девочки! Барби-робот! Что? Барби-эмма! Да не та Барби! Кошмар какой-то! Я новенькой! Девушка Итана не настоящая! Она робот! Обалдеть! Он встречается не с человеком? Да! Я нашла магазин в нашем городе, где продаются куклы с искусственным интеллектом! То, это же Барби! Девушка Итана! Кира, мы должны рассказать это все Эмме! Побежали! Да! Тогда Эмма будет встречаться с Итаном! А я с Оскаром! Ура! Привет! Нет! Послушай, я больше не могу терпеть такого отношения к себе! Ты ужасно поступаешь! Ты будешь делать только то, что я скажу! Эй, отвали от нее! Ты хочешь быть с ним? Ну и будь! Удачи личной жизни! Оскар! Эй, успокойся! Что произошло? Молодец, Оскар! Ты поступил правильно, подыграв Эмме! Все! Теперь нужно искать новую девушку! О, Оскар, а где Эмма? Она в классе с Итаном! Что? Стой! Тебе туда нельзя! Оскар, что там происходит? Мне уже все равно! Достало это все! Еще бы не поняла! Отошла от моего парня быстро! Ты отвали от меня! Отвали от моего парня! Поняла? Не подходи ко мне! Иначе пожалеешь! Я тебя предупреждала! Девочки, успокойтесь! Все щуклить этого Итана! Нужно позвать директора! Помогите! Здесь стройка! Девочки! Что делать-то? Мои волосы! Нормальная! Итан будет моим! Итан, мой парень! Ой! Это что? Ты обалдела? Эмма? Я же говорила, что она не настоящая Барби! Заткнись! Ты глупый робот! Я не... Робот! Ну нет! Батарейки разрядились! Я просто в шоке! Как я мог тебя не узнать? Хороший вопрос! А зачем ты придумала всю эту игру? Что такое? Я не нравлюсь тебе в роли Барби! Только не говори, что это все ради меня! Ты же сама захотела уехать! Не я, а мои родители! Да ты уехала, даже не попрощавшись со мной! Хочешь сказать, это любовь? А любовь купить себе дурацкую куклу вместо своей девушки! Я не мог тебя забыть! И я тоже! Теперь будем вместе? Да! Я, ты и робот-кукла Барби! Как же меня уже достала эта работа! И мой план провалился тоже! Я надеюсь, ты любишь сладкое? Оскар? А зачем ты сюда пришел? Ну, у меня были конфеты и два билета в кино! Пойдешь со мной? Только если этот фильм не Барби! Ха-ха-ха! Тебе конец! Отпусти его! Любимая! Ты нашла меня! Никто не сможет нас разлучить! Чокнутые! Как это мило! Наконец-то хэппи-энд! Луйтесь! О, опять смотрите сериал про этих скрылых синих чудиков! О, Макс, отстань! Весь романтический момент нам испортил! Надо было так неожиданно не вовремя появиться! Ой, зануды! Ну и сидите тут, скучайте без меня! Скучать не будем! Что такое? Почему не работает? Упс! Кажется, я случайно выключил интернет! Ха-ха-ха-ха! Макс! Стоп! Снято! Ай, за что? За то, что ты сегодня обедал с актрисой, которая завидует мне! Что? Да я просто сидел с ней за одним столом! Вот и сиди дальше! Это предательство, понял? Да подожди же ты! Ну что ж, не хочешь отвалить по-хорошему? Спасибо, что одолжил мне свои суперсилы, неудачник! Ай, моя голова! Класс! Обожаю такие сцены! Эй, оператор, сними все это! Тебе тоже хочется впечатлений? Получай! Мой сценарий! Ты пожалеешь об этом? Уволены! Ну и ладно! Эмма, успокойся! За своего характера ты сейчас потеряешь и работу, и отношения! Окей! Мы расстаемся, понял? Ну и ладно! Мне все равно! Это все уже надоело! Что ты сказал? Одна ревность и недоверие! А мы, Аватары, самые преданные существа! Да ты себе никогда пару не найдешь! На тебя такого никто никогда не посмотрит! Это мы еще увидим! Ну что, там все снял? Шоу начинается! Все, с меня хватит! Макс! Это вообще не смешно! По-моему, смешно! Ты бы видела свое лицо! Макс! Как ты меня уже достал с этими своими шутками? Ну признайся! Я же знаю, что тебе это нравится! Это нравится только тебе! Я устала от всего этого! Что ты хочешь сказать? Я думаю, нам пора расстаться! Так, стоп! Ты что, не пошутила? Эй! Не понял! Виолетта! Куда она пропала? Достал! Глупый подросток, не любящий меня! Максу нужно повзрослеть! Эмма не готова к серьезным отношениям! Одна только ревность в голове! Серьезно, Макс! Мог бы придумать прикол поинтересней! В смысле? Снимай маску! Ауч! Это не Макс! О, привет, Макс! Почему один? С кем я должен быть? Макс, а где твоя девушка? Точно! У тебя же ее нет! Очень смешно, Сьюзи! Очень! И что я пропустила, пока была на работе? Макс, Виолетты расстались! Ого! Да-да! Это уже точно! Вот это новости! Так что, с Виолеттой все окончено? Ты теперь в свободе? Это как обычно, ищет себе нового парня! Ну так что? Мы с Виолеттой обязательно померимся! Тем более, кого она найдет в этой школе? Одни лузеры, кроме меня! Ничего себе! Кажется, Виолетта идет в школу с новым парнем! Что? Повелся! Так я и знала! Очень смешно! Да, Макс! Похоже, не только ты умеешь шутить! Как же вы меня бесите! Успокойся! Виолетта так быстро парня себе не найдет! Тем более, что любит она на самом деле только тебя! Спасибо, что успокоили! Ну все-таки ты классно повелся! Да ну вас! Ну что? Если Виолетта бросила Макса, значит теперь ты с ним будешь, да? Чего? Это же ты только что к нему подкатывала! Да ладно! Все же знают, что Макс влюблен в тебя! Что за чушь? Тоже мне приколистки! Не понял! Какой же ты все-таки смешной! Такого парня у меня точно не было! А что здесь происходит? О, Макс, привет! Знакомься, это мой новый парень! Аватар! Привет! Я Сэм! Ого! А что у тебя с лицом, Сэм? Макс, ты что не слышал? Сэм, Аватар! Чего? Ну и ладно, не нуждаю мне эту Виолетта! Все равно мне Сузи больше нравилась! Эх, ну и рабочий денек, конечно! Кевин, ты слышал новость? Наша дочь бросила Максе! Да ладно! Наконец-то этого бездельника больше не будет рядом с нашей Виолеттой! Мам, пап, я вас хочу кое с кем познакомить! Ты что, себя нашла нового парня? Я надеюсь, он из хорошей семьи? Он отличник! Знакомьтесь, это Аватар! Здравствуйте! Ты? Виолетта? Кажется, нам уже пора! Всем пока! Что с его лицом? Они что, идут на какой-то бал маскарад? Этим отношениям не бывать! Сузи, у меня сюрприз! Макс, ты меня опять зовешь на свидание! Я же тебе сказала, я не хочу с тобой отношений! Эй, ты чего такая резкая? Потому что твоя бывшая это Виолетта, а она моя лучшая подруга! Из-за этого мы не можем быть с тобой вместе! Успокойся, Виолетта уже давно нашла себе нового парня! Мне нужно думать о учебе, а не о парнях! Да ладно тебе! Это же просто флайер на вечеринку! Приглашение? Да, подружку позовешь! Никакого свидания! Ладно, возьму с собой Виолетту! Есть! Я знал, что она согласится! Кстати, поможешь мне учебник из библиотеки забрать? О, процесс пошел! Бегу! Тихо, тихо, Снук, меня не сбей! Ну что ж, Сьюзи или Виолетта? Виолетта или Сьюзи? С работы сразу в школу! Хорошо, что меня уволили! Ну что, ты готов? Все запомнил? Да! Главное, никого не напугать! Надеюсь, я понравлюсь своим одноклассникам! У меня самый милый парень в мире! Конечно же, понравишься! А! Извини, не привык к тебе! Ну вот, я же говорил! Не выдумывай, это Макс, он всего боится! Виолетта, ты же знаешь, что твой парень похож на животное! Ха-ха, очень смешно! Это, вообще-то, аватар! Ты что, совсем слепая? Он даже на человека не похож! Я, вообще-то, даже разговаривать умею! Какой ужас! Виолетта, да его вся школа будет стороной обходить! Ой, заткнись, а! Макс, да? Как думаешь, меня реально будут все бояться? Конечно, ты ужасный! Ого! Какая красивая девочка! Алло! Я, вообще-то, здесь еще! Привет! Виолетта! Это тот самый парень, о котором ты мне рассказывала? Да, это аватар! Аватар, это моя подружка Сьюзи! Привет еще раз! Я и не думал, что люди могут быть настолько красивыми! Сьюзи, я рада, что ты не боишься моего парня! Он очень милый! Эй! Один я вижу перед собой чудовище синего цвета! Макс, заволчи! Аватар, ты же сядешь возле меня? Можно я рядом сяду, Аватар? Ты уже села! Так, кажется, что-то начинается! Сьюзи, ты поможешь мне разобраться с уроками? С удовольствием! Чего? Довольно! Кажется, ты потеряла не только своего нового парня, но и лучшую подругу! Да что ты! А у тебя, кажется, больше нет шансов закадрить Сьюзи! Ха-ха! Откуда ты знаешь? Класс! Кажется, я осталась совсем одна! Точно, Эмма! Ну что, Виолетта, рассказывай, как там твой новый парень? Ужасно! Лучше даже не спрашивай! А что такое? Отношения не удались? Мне уже очень интересно его увидеть! Он ужасный бабник! Ты представляешь? Он сразу же переключился на мою подругу Сьюзи! Да ладно! Сьюзи? Она же твоя лучшая подружка! И эта милашка способна увезти парня? Прикинь! И Макс ничем не лучше! Ну а что, Макс? Ты же сама хотела с ним расстаться! Ты говорила, что у вас все несерьезно! Я знаю, ему всегда нравилась эта глупая Сьюзи! Не поняла? Это что, смех Сьюзи в моем доме? Я же ее не приглашала! Настоящий бразильский сериал! А что здесь происходит? О, привет, подружка! Привет, Сьюзи! А ты мне не говорила, что зайдешь сегодня в гости? А я не к тебе, я к парню твоему пришла! Мы так хорошо подружились! Класс! Я очень рада! А почему ты приводишь своих новых друзей ко мне в дом? Ну, твои родители этому очень рады! А вот и вкусняшки для Аватара и его подружки! Угощайтесь! Спасибо! Родители Виолеты такие милые! Что здесь происходит? Аватар привел в дом свою подружку! Мы так рады! Чего? Аватар мой парень! Вы мои родители! И это мой дом! Мы так рады, что у вас с Аватаром ничего не получилось! И за это хотим сказать огромное спасибо Сьюзи! Что за ерунда? Сьюзи, вы что, уже встречаетесь? Извини, пойду немного с подругой посекретничаю! Только ненадолго! Пошли поговорим! Как хорошо, что ты больше не встречаешься с Виолеттой! Ну, теперь мне интересно, как ты это все объяснишь? Виолетта, я не знаю, как тебе сказать! Ты даже с Максом не хотела встречаться, потому что он мой бывший! Зачем увела у меня Аватара? Виолетта, кажется, я в него влюбилась по уши! Это Макс! Да, Макс! Виолетта, ну где вы там? Тусонка уже началась! Тусовка? Ах, да, забыла предупредить! Нас Макс пригласил на вечеринку! Но было только два билета! Дай-ка угадаю! Второй ты отдала Аватару! Я знала, что ты меня поймешь! Он же мой парень! Аватар, собирайся на вечеринку! Обалдеть! Я жду тебя! Как же мне нравится эта Сьюзи! Аватар! Мы хотим дать тебе немножечко денег на вечеринку! Ого! Спасибо! А за что? Угости свою девушку чем-то вкусненьким! Только помни, твоя девушка Сьюзи, а не Виолетта! Да, мои родители сошлись с ума! Алло! Да, Макс, совсем забыла про тебя! Ну так вы будете или нет? Да, да, сейчас только деньги у родителей возьму! Странно! Я же давал Сьюзи два билета! Ну ладно, пока порепетирую свой фирменный танец! Пап, подождите! Мне нужны деньги на билет на тусовку! Вот, возьми! Ой! И все? Здесь только на билет хватит! Ну да! А что тебе еще надо? Учись экономить бюджет! Мой фильм закрыли! Из-за аватара, кстати! Класс! Просто класс! Ну что там? Лучше не спрашивай! Пошли лучше собираться на вечеринку! Интересно, я когда-то увижу этого загадочного парня, и нет! О, Сьюзи идет! Давай, Макс, покажи мастер-класс! Не понял! Это что, она с моего танца смеется! Аватар, у тебя отличное чувство юмора! Спасибо! На моей планете все такие смешные! Смешные, но не такие красивые, как ты! Не понял! Это что за фироман любви? Я думал, просто Сьюзи хочет виолету в классе повесить! Сюрприз! Да! Теперь твоя потенциальная возлюбленная встречается с моим бывшим парнем! Что за ерунда! Аватар сначала тебя у меня увел, а теперь и Сьюзи! Аватар, у меня есть отличная идея! Что? Она же говорила, что не хочет отношений, так как учеба важнее! И ты на это повелся? Чувак, она тебя просто отшила! Вот это я дурак! Ну что, потанцуем? Ну, я не умею! Я тоже! Это самая ужасная вечеринка в моей жизни! Моей тоже! А я еще и билет, получается, для Аватара купил! Макс, а хочешь закатрить Сьюзи? Конечно хочу, но как? Похоже, она влюбилась в этого чудика! Сама посмотри! Аватар, давай, ты сегодня король дискотеки! Выглядят они счастливо, предатели! А знаешь что? Пошли за мной! Я не поняла, а где все? Я ужасно проголодалась! Пойдем что-нибудь перекусим! Я не поняла, а с кем это Сьюзи? Он ужасно похож! Да, моего бывшего Аватара! Ого! Это что, твои рисунки? Да, не обращай внимания, это мое маленькое хобби! Ничего себе! Я и не знал! А почему ты этим не занимаешься профессионально? Родители против! Им никогда это не нравилось! А что нравится тебе? Что хочешь ты? Интересный вопрос! Ты первый, кто это спросил! Даже в наших отношениях ты этим не интересовался! Значит, расставание нам пошло на пользу! Это точно! Ну так, какой ответ на мой вопрос? Я хочу стать тату-мастером! Ого! Никогда бы не подумал! Виолетта, ты открываешься мне все больше и больше! Может, возобновим наши отношения? Об этом я и хочу поговорить! В смысле? Так как я подруга Сьюзи, я знаю все ее вкусы и интересы! Это круто! И что дальше? Я создам из тебя идеального парня для Сьюзи! Чтобы эта девчонка влюбилась в тебя по уши! Окей, звучит классно! Но зачем тебе это все? Ты правда готова, чтобы я встречался с твоей подругой? Успокойся, у нас все было несерьезно! Ты сам это знаешь! Это да! Тем более, я всегда знала, что тебе нравится Сьюзи! Окей, вернемся к вопросу! Зачем тебе это? Ну, Сьюзи начал встречаться с тобой! Я верну себе своего парня-аватара! Ну и подружку! Ну, ладно! По рукам! Вот это да! Ни одной синей рубашки или футболки! Здесь аватар побывал, что ли? Только не говори, что у Сьюзи любимый цвет это синий! Ну, вообще да! Поэтому, наверное, она и влюбилась в аватара! Да! Кажется, я проигрываю! Единственный вариант покрасить волосы в синий! Ого! Ты готов даже на такие эксперименты! Ради Сьюзи! Да хоть в розовый! Ничего себе! Да ты серьезно настроен! Мне это нравится! Знаешь, я так рада, что ты появился в моей жизни! А я как рад! Простите, извините, мой только на минуточку! Та-да-да-дам! Ого, сколько синих вещей! Это все мне? Вы так вовремя! Я знаю, что это твой любимый цвет! Мы были с папой на шопинге и решили купить пару вещичек для нашего любимого аватара! Ого! Как вы узнали, что синий мой любимый цвет? Ну что ты стоишь? Примеряй это скорее! Мы подождем тебя снаружи! Сьюзи! Класс! Просто класс! Ну, добро пожаловать! Что? Тату-салон? Нет! Да-да! Давай смелее! Ничего страшного здесь нет! Галета, ты сама смеялась, что я трус! Тату это мой самый главный страх! Зря ты так! Смотри, как это прикольно! Что? У тебя есть тату! Только не говори, что она настоящая! Прикинь! Ну так что, будем и тебе делать, да? Нет! Все знают, что девчонки любят крутых парней! И Сьюзи не исключение! Но у аватара нет тату! Зато он разукрашен с ног до головы! Как думаешь, кто побеждает? Эх! Ладно! Рисуй! Надеюсь, ты умеешь это делать! Помнишь, я тебе говорила в своей комнате, что хочу стать тату-мастером? Это же не твой салон! Как раз таки мой! Этот маленький тату-салон я создала на деньги, которые мне давали родители на вечеринки! Да, я узнаю тебя все больше и больше! Ладно, давай делать татушку! Ну, погнали! Я даже еще ничего не сделала! Ого! Я не думала, что ты настолько боишься тату! Ладно, обойдемся без них! Ой, не могу тобой налюбоваться, аватар! Надеюсь, Сьюзи понравится, как мы тебя немного переодели! Доброе утро, мам! Я тебя целое утро ищу! Помоги мне застегнуть цепочку! Ой, это что, я запачкался где-то? Где? Нужно срочно застирать! Эй, меня что в этом доме уже никто не слышит, что ли? И, Виолетта, принеси, пожалуйста, на ниточки! Нужно футболку аватару подшить! Привет, пап! О, привет! Ты уже в школу собираешься? Да, поможешь мне застегнуть украшения? Да, давай! Кстати, что там аватар? Он уже собрался на занятия? Да, мама его отправляет в школу, будто бы своего сына! Это правильно! А может, вы вообще решили его усыновить себе? Мам, пап, вы меня стесняетесь? Дочка! Виолетта, не выдумывай! Иди уже в школу! Аватара мы уже отправили! Отправили? И вообще, что этот парень делает у нас в доме? Я уже с ним больше не встречаюсь! Отлично! Мы рады это слышать! Этого мы и хотели! Супер! Тогда отстаньте от меня уже! Макса нет! Аватара нет! Жизнь прекрасна! Приветик! У меня самый милый парень в мире! А раньше мы с ней обнимались при встрече... Тоже мне подружка! Виолетта, представляешь, сегодня твои родители оплатили мне личного водителя по дороге в школу! Он и меня забрал! Класс! Я за вас так рада! Виолетта, а я и не знала, что у тебя настолько богатые родители! Они нам оплачиваются аватаром всю жизнь! Сьюзи, а ты разве раньше не любила мажоров? Нет, ты случайно хотела встречаться со смелым и честным парнем, который решает все свои проблемы сам! Да, аватар такой и есть! Ого! А я и не ожидала, что получится настолько круто! Всем привет! Это новенький? Вчера я его не видел! Нет, это Макс! Только другой Макс! Как он настолько изменился! Ну что, как я? Все получилось! Ты что, с ума сошел? Ближе к Сьюзи иди, чтобы она тебя всего рассмотрела! Ты очень круто выглядишь, Макс! Я сяду возле тебя! Ты не знаешь, чтобы к Сьюзи ближе подойти? Ладно, не все сразу! Все понятно, опять они вместе! Аватар, пойдем в кафешку! А урок? Ничего, один пропустим, зато время проведем вместе! Давай, иди за ними, купишь нам Сьюзи что-то! Нет! Открой телефон, это тебе! Что это? Это заявка на конкурс художников в тату-сфере! Ого! Ну почему тут мое имя? Я заполнил заявку вместо тебя! Что? Уже отправил и тебя приняли! Но как? Они ведь не знают, как я рисую! Держи! Мне пришлось отложить у тебя блокнот на один вечер! Украсть? Макс, это лично! Я никому не показываю свои работы! Но они прекрасны! И их должен увидеть весь мир! Ты чё, кто ты? Ну ведь должен я тебя как-то отблагодарить за всё! Не могу поверить, что Макс стал таким красавчиком! И что, он тебе нравится? Ты что такое говоришь? Я приятно удивлена, но мне нужен ты! А я уже решил, что наши отношения заканчиваются! И ты со мной только из-за родителей Виолетты! Запомни, ты мой новый парень! И кроме тебя мне никто не нужен! Ты? Что такое? У тебя меня здесь видеть, Сэм? Как ты меня нашла? А вы знакомы? Если что, мы учатся в нашей школе! Сюрприз! Мой бывший парень-аватар! Кстати, Сьюзи, ты в курсе? Что? Разве твоя бывшая девушка не Виолета? Бывшая? Но моя бывшая-бывшая девушка... Всё, с меня хватит! Сьюзи! Между нами всё окончено! Маленькая шалость удалась! Зачем ты сюда пришла? Ты всё испортила! А ты что думал? Я пропаду навсегда? Я вернулась, любимый! Ты же сама хотела закончить эти отношения! Ну, а теперь уже не хочу! Кстати, поделишься ещё своей суперсилой, а то у меня уже всё закончилось! Мы бывшие! Даже аватары знают значение этого слова! Ты ещё пожалеешь! Не могу поверить, что мы опять вместе! Твои родители будут ужасно рады! Макс! О, привет, мама! Привет, папа! Сюрприз! Что он делает в нашем доме? Вы же уже расстались! Ну, так получилось, что мы опять вместе! Вижу, вы очень рады! Этому не бывать! Мы должны найти Сьюзи! Да отстаньте вы уже от меня! Что здесь происходит? Это что, родители Виолетты? Ты должна сойтись с Максом! Это обязательно даже не обсуждается! Я из-за вас уже была с аватаром! И теперь моё сердце разбито! Что? Так Сьюзи не по своей инициативе начала эти отношения! Ну всё, теперь аватар точно будет моим! Я больше не поведусь на все эти ваши игры! Мы хорошо тебе заплатим! Да не нужны мне ваши деньги! Как вы не понимаете? Я любила аватара! А теперь потеряла всё! Глупая девчонка! Что нам теперь делать? Что-что! Смириться с этим! Ну, хотя бы парень нашей девушки не синее существо!